В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В федеральный закон о рыболовстве внесены изменения, которые положительно скажутся на развитии предпринимательства в этой сфере на территории Ненецкого автономного округа. В департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты на брифинге для региональных СМИ опровергли смерть четвертого пациента от коронавирусной инфекции, которая лабораторно не подтверждена. Кто решил, что работа со станком и металлом не женская? Хрупкая девушка, мать троих детей. Героиня нашего сюжета считает, что установленных границ не существует. Как сохранить частичку вкусного лета для зимы? На этот вопрос точно знают ответ хранительницы очага, которые заранее подготовились к длинным зимним вечерам в семейном кругу. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. На реке Колва завершена ликвидация последствий утечки нефтесодержащей жидкости из недействующего трубопровода на территории Харягинского месторождения. На месте происшествия и ниже по течению проведены заключительные ликвидационные работы. Об этом сообщили в компании «Лукойл». Следов нефтепродуктов на воде и по берегам Колва не наблюдается. Берег в районе разгерметизировавшегося участка трубопровода зачищен. На следующий год в теплое время запланирована биологическая рекультивация территории. В настоящее время проведена демобилизация сил и средств, задействованных в ликвидационных работах, как на территории Ненинского округа, так и в Республике Коми, сообщили в пресс-службе компании. Напомню, утечка нефтепродуктов произошла 17 октября текущего года на Харягинском месторождении. Вследствие чего нефтесодержащая жидкость попала в реку Колва. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Ненинском округе на сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции получают 95 человек. В минувшие сутки вновь заболевших четверо. За это же время 8 человек выписаны и полностью здоровы. О текущей ситуации по заболеваемости COVID-19 на территории региона рассказали накануне в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа. В ходе встречи с региональными журналистами. На сегодняшний день в Ненинском округе выявлено 437 заболевших. 353 из них уже выздоровели. На карантине в обсерваторе находятся четверо. Под наблюдением дома рекордное количество человек – 913. В стационаре более 20. Некоторые из них находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались в период пандемии от сопутствующих заболеваний трое. В ходе встречи с окружными журналистами, исполняющие обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Вячеслав Цайко, опроверг слухи о смерти четвертого пациента в регионе от коронавируса. Что касается последнего прибавления, информация опять-таки непроверенная, как сейчас принято говорить молодежью фейковая. Почему? У пациента и прижизненно, и посмертно был отрицательный ПЦР-диагноз. На сегодняшний день мы знаем, что двойное ПЦР-исследование является доказательной базой. Кроме этого, последними результатами всегда является патологоанатомическое заключение посмертное. Патологоанатомическое посмертное заключение тоже выявило как причину смерти не ковид у этого пациента. Представители профильного ведомства также пояснили нюансы в системе учета пациентов с коронавирусом. С недавнего времени Роспотребнадзор, статистика которого поступает на общероссийские порталы, в том числе на портал СтопКоронавирус, начал учитывать только тех пациентов, которые имеют положительное подтверждение коронавирусной инфекции, и на которых медорганизации выдано эпидзаключение. Если там прописывается, что пациент положительный, плюс у него есть симптоматика, тогда этот пациент попадает в статистику Росздравнадзора, эта статистика отсвечивается на портале СтопКоронавирус. И с учетом того, что идет запаздывание размещения этой информации, то есть у нас информация идет оперативная, вот прям, грубо говоря, по стилю пациента, а все, что идет на официальный сайт, оно пока прогружается через официальный портал, удается запаздывание примерно на сутки, иногда полтора. Отвечая на вопросы журналистов о попадании Ниньского округа в число лидирующих восьми регионов с быстрым ростом числа заражений коронавирусом, Вячеслав Сайко сообщил, что на этот результат повлияла малочисленность субъекта. Учитывая малочисленность нашего субъекта, даже один заболевший дает большой статистический расчет, поэтому вроде бы попадание, как вы называете, в темно-красную зону, на самом деле, если проводить сравнительный анализ с другими субъектами, как бы, да, изолированного нашего субъекта, как ни парадоксально, здесь играет нам на руку и своевременно принятые штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией меры дают свои плоды. К таким мерам относится двухнедельная самоизоляция жителей, прибывших из-за пределов округа, что помогает быстрее выявить случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Как только мы снова вернулись к режиму самоизоляции лиц, которые прибывают на территории Ниньского округа, у нас сразу же в этот же день было выявлено два пациента, которые прилетели с коронавирусной инфекцией. Если бы не эти меры, то эти люди вышли бы на работу, то есть им могли заразить тех коллективов, которые не прибывали. То есть на сегодняшний день, и по мнению Роспотребнадзора федерального, и нашего, и нашего департамента, с учетом нашего опыта, это самоизоляция лиц, которые прибывают, либо тестирование, позволяет нам отсортировать пациентов, точнее, не пациентов, а еще лиц, которые могут служить источником инфекции и служить дальнейшему распространению этой инфекции среди коллективов. Поэтому самоизоляция – это очень эффективный метод. Ну и плюс масочный режим. Масочный режим, по словам Елены Левиной, также эффективен сейчас и в связи с ростом числа болеющих ОРВИ. Еще один эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний – прививки. На данный момент в регионе от новой коронавирусной инфекции привито 33 медработника. Это те, кто находится в зоне риска. Привиться от COVID-19 изъявили желания и жители округа. Информации о том, когда мы получим следующую партию вакцины, и у нас будет возможность прививать жителей нашего региона, у нас нет. Мы заявили о том, что такая потребность у нас имеется. Сейчас мы просчитываем необходимое количество следующей партии вакцины. На сегодняшний день, так же, как и вакцинация от гриппа, это будет добровольная вакцинация. На сегодняшний день я не могу сказать ни об одном подтвержденном случае, не было у нас таких случаев, Рады Степановны, побочных выраженных эффектов от после введения вакцины. Что касается заболеваемости острыми респираторными инфекциями, то в связи с превышением сезонного эпидемического порога, часть образовательных организаций переведена на дистанционное обучение. На сегодняшний момент село у нас за исключением виски, которые находятся на досрочных каникулах, они все работают, но в основном обучаются в очном режиме только начальное звено. То есть дети старшего звена, они у нас все за исключением первой школы на дистанционное обучение. Что касается села, то они работают в штатном режиме, как я уже и сказала. Кроме того, на досрочных каникулах у нас коррекционная школа-интернат. Также по причине превышения порога заболеваемостью ОРВИ приостановили работу два детских сада в селе Тельвиска и поселке Харута. В городских садах группы закрываются локально. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Займеститель губернатора Ненинского округа, руководитель аппарата администрации Андрей Блащинский провел еженедельное рабочее совещание с руководителями государственных исполнительных органов власти. В ходе совещания представитель Департамента финансов и экономики познакомил собравшихся с текущим состоянием окружного бюджета. По состоянию 26 октября в доходы казны поступило 15,2 миллиарда рублей, расходы составили 18,18 миллиардов рублей. Госдолг 2,6 миллиарда, вырос на 300 миллионов, пришлось привлечь 300 миллионов коммерческого кредита на пополнение остатков для текущих расходов субъекта. Социальные выплаты населению составили 2,4 миллиарда рублей или 83% от годовой потребности. Соцвыблаты населению идут в плановом режиме, задержек никаких не допущено. В октябре текущего года президент России подписал закон о внесении изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, которое положительно скажется на развитие предпринимательства в Ненинском округе. В работе над этими изменениями принимали участие и специалисты регионального профильного департамента. Там есть существенные изменения, которые нас касаются, которые мы от округа инициировали, о том, что на внутренних водоёмах, где не были созданы рыбопромысловые участки, рыболовные участки, можно отчисляться промышленный рыболовство. Это хорошее такое подспорье, то есть могут появиться у нас индивидуальные предприниматели, которые будут там ловить рыбу. Это упрощает всякие бюрократические процедуры. На совещании обсудили также вопросы реконструкции дизельной электростанции в селе Оксино, которая в минувшие выходные пострадала при пожаре. Восстановить по полному режиму электроснабжение посёлка. Для этого необходимо провести ремонт крыши, кроля там уцелела, стройматериал есть на месте, но пока вот работа не начата. Почему? Потому что необходимо провести оперативно-следственные мероприятия работникам жарной охраны. После осмотра и доступ к ремонтным работам. По данным, которые имеются у меня, от наших представителей, которые имеются на месте, там стройматериалы имеются. В Нинницком округе продолжается приём заявок на получение персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение в онлайн-режиме по направлению цифровая экономика. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта. В ходе оперативного рабочего совещания также обсудили текущие вопросы с главами сельских муниципальных образований Заполярного района в режиме видеоконференц-связи. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики представило проект программы «Дети Арктики», в котором нашли отражение предложения, поступившие из субъектов арктической зоны. Участие в совещании приняла Римма Галушина, член Совета Федерации от Ненинского округа. Сейчас Минвостокразвития совместно с Советом Федерации ведет проработку ряда инициатив для того, чтобы в ближайшее время стратегия «Арктика-2035» была полноценно сформирована и проект «Дети Арктики» начал работу с 2021 года. В ходе недавних парламентских слушаний было рекомендовано рассмотреть вопрос о финансировании летнего отдыха детей, проживающих в арктической зоне. Вопрос о предоставлении федеральной помощи на организацию летнего отдыха юных северян решен. Но в настоящее время не определен механизм финансирования. Я считаю, и в принципе это мнение других коллег моих, что это должна быть отдельная программа, которая постепенно будет наполнена другими направлениями. Принято решение, что в течение недели этот вопрос будет решен. Планируется, что за счет федерального бюджета будет оплачиваться 100% стоимости проезда и 50% стоимости путевки. На 2021 год уже запланировано выделение более 4 миллиардов рублей на эти цели. Я высказала мнение, что федеральная поддержка должна распространяться не только на организованные группы, но и на родителей, которые самостоятельно организуют отдых своих детей. Поскольку не все родители, особенно это касается тех, кто проживает в сельских населенных пунктах, имеют возможность вывести своего ребенка на отдых. И даже те, которые выводят, несут большие транспортные расходы и средств, конечно, на культурно-познавательную программу, у них остается немного. Кроме того, Римма Галушина отметила, что программа должна быть наполнена и другими направлениями. Их также обсудили в ходе совещания. В частности, оценка состояния здоровья детей Арктики, вопросы формирования этнической идентичности, доступности качества образования для детей-кочевников и другие. Предложения регионов будут учтены. Кто решил, что работа со станком и металлом не женская? Хрупкая девушка, мать троих детей Катерина Четвертакова считает, что установленных границ не существует, а выходить за общепринятые рамки, переворачивая свой мир, это интересно. Много лет отработала секретарем, потом я была на госслужбе, и я задумалась, что, наверное, пора сменить свою деятельность. Долго думала, размышляла, и как-то так получилось, что попались ключи. Вот сложилась так жизнь, что я решилась сделать этот шаг, хотя не понимала, как я буду это делать, смогу ли я вообще. Ну, получилось, я считаю, что неплохо. Приняв необычное решение, за короткий срок Катерина выучилась в мастерской у наставника, а дальше методом проб и ошибок набивала свои собственные шишки. За семь лет постоянной практики профессионализм мастера вырос. Вертикальный, флажковый, крестовый и другие ключи теперь Катерина делает за считанные минуты. Львиную же долю времени занимает выбор заготовки, а их порядка 50 видов. Бывали случаи, когда нужной не было и приходилось включать фантазию. Профессия – это довольно-таки творческая, скажем. Не так, что, как многие думают, раз выточил ключ, там и всё готово. Много очень нюансов, которые приходят только с опытом, с годами. Просто научившись делать ключи, хорошим мастером не станешь. Практика, опыт дают свои результаты. С ключами Катерина обращается как живыми, а от работы получает настоящее удовольствие. Разве не это счастье для человека? И совсем не важно, что думают другие. Главное – чувствовать востребованность в своём деле и поддержку близких. Мой выбор для них, может быть, был неожиданностью, но я человек такой, что я всё время выбираю что-то такое, что не все выбирают. И в дальнейшем я не удивлюсь, если я, может быть, даже выберу какую-нибудь ещё профессию. Вот у меня папа сейчас, допустим, пасечник, пчеловод. И я не удивлюсь, если через несколько лет я тоже стану пчеловодом. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Как сохранить частичку вкусного лета для зимы? На этот вопрос точно знают ответ хранительницы очага, которые заранее подготовились к длинным зимним вечерам в семейном кругу. Варили, мариновали и закатывали урожай, поспевший на огородах. Татьяна Порошкина уже как 20 лет занимается заготовками на зиму. Такой талант в Татьяне помогла открыть её родная сестра. Сестра, которая младше меня, живёт в Новороссийске. Вот она говорит Татьяну, попробуй, может у тебя получится. Ну, приехала домой. Конечно, первый год у меня постольку-поскольку, а потом опыт всё-таки сейчас уже 20 лет прошло. Аджика, леча, овощная закуска, грибочки, маринованная свёкла. Более ста банок уже заготовлено и ждёт своего часа. Татьяна признаётся, магазинные закрутки с домашними заготовками не сравнятся. Тут не только техника своя, но и настроение должно быть. Банок надо очень много, это раз. Их же надо простерилизовать. Крышки тоже надо простерилизовать. Это такой объёмный труд. И я уже как бы даже вот пошла в магазин, ага, увидела это, это, да. То есть, и себя я настраиваю для того, что это самое, я бы хотела закрутить. Я всё разом не кручу. Сегодня, например, это самое, одно закрутила, тоже леча, например, огурцовое. Или это самое, закрутила просто болгарский перец, это самое. Каждому свой день. И так ещё не просто день, а ещё и надо, чтобы было настроение. Потому что так банки, если вот без настроения, и портятся, и взрываются. Это уже проверено. Заготовки на зиму – дело полезное. Ещё на Руси крестьяне собирали ягод, грибы, травы и многое другое, чтобы переждать это холодное время года. Курятина – это птица, почиталась у крестьян, очень хорошо почиталась. Её крестьянин заготавливал всегда на зиму, потому что куриный супчик лечил и стариков, и детей, и больных людей. А ещё самыми главными заготовками были – это заготовка капусты. Сергий, капустник, с этого дня начинали рубить капусту. И занимались этим всей семьёй, всей большой семьёй. Дети чистили морковь, старики её нарезали. А самой капустой, как правило, занимались женщины и девушки. Однако не только на стол делали заготовки, но и для здоровья. Татьяна Аркадьевна, например, каждый год делает баночку здоровья для себя и своих родных. Два раза в год я делаю для себя и своей семьи такую баночку. Я её называю баночкой здоровья. Туда входит по 50 грамм кураги, изюм, потом грецкий орех, мёд, потом сироп шиповника. Всё это я перемалываю, заливаю мёдом и сиропом, настаиваю три дня. И по десертной ложке каждое утро на голодный желудок запиваю тёплой водой. Такой витаминизированный и вкусный состав укрепит иммунитет. Его необходимо пить в октябре и ноябре. Наталья Дуркина, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.